всем доброго времени суток уважаемые зрители всем привет что водомоторники открыли в этом году сезон ну и как вы знаете эксплуатируемые четырехтактные моторы suzuki вот был мой приобретён мотор славном городе владивостоке как бы мотору претензий нет ну выбирал смотрел 500 часов наработки принципе как показалось мотор неплохой поехали мы с сашей открывать сезон предварительно собрав купить ну при приобрели приобрели водометную насадку водометную насадку приобрели собрали ее в комплекте была стальная гайка которая крепит импеллер сейчас я приобрел медный невинно да и где ну в общем история такая чем и заказа затянули за соответственно за контрагали эту гаечку ну и выдвинулись на речку начал я ездить заводить мотор мотор все заводится все хуже 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 я понять не могу появился какой-то стук в итоге в один из прекрасных дней рыбацких остановились на косе перекусить я мотор заглушил заводить все я его больше завести не могу дергал 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 ну раздаются хлопки мотор не заводится начали разбираться сняли импеллер интейк вывалился импеллер открутилась почему-то гайка непонятно хотя было за контрагайра да ну ладно не факт как бы там были у нас с собой запасные были остальные вещи почему не заводится мотор как бы тут мнение и практика у людей что 4 трехтактные моторы на горных речках это все это 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 очень сложно это практически не разберешься ну да все мы проверили что могли искру топлива мотор крутится но все проворачивается но завести не можем хорошо улука уходе вверх рыбачить вниз спустились на веснах выехали домой начал я разбираться со всем этим делом почему мне так скрыл грэм здесь стоит соответственно ремень грэм вот саша и выяснил что не совпадают метки здесь есть метка здесь есть метка ну и здесь есть метка вот здесь вот стоит шпонка под шестереночкой эту шпоночку видимо от времени или от соли съела вот ее можно верно и вот она у меня вот ее посадочное место вот маховика вот да не съела а вот сама шпонка она вот такая вот должна быть сама шпонка подгнила сама шпонка подгнила немножко ну вот собственно и причина сейчас заказал новую шпонку ну в общем добрался я разобрал увидел что у меня свернул шпонку заказал я шпоночку и сразу же не понравился мне этот сальник сальник пустил под замену но сальником тут не все так просто и ну я думал сначала как автомобильный щелкнул да сальник с небольшой полочкой и чтобы поменять сальник необходимо снять клапанную крышку она же является постелью коленвала заменить сальник и все все обратно поставить что еще можно сказать дело все если рыбачить и наверное первое время старайтесь два мотора если мотор пап у вас неизвестны не куплены не новость магазина допустим куплен где-то на вовну во владеостоке или еще где-нибудь наверное в первое в первое время лучше поездить куда-нибудь вверх по течению хотя предварительно купив его я весь его разобрал проверил посмотрел заменил свечи заменил расходные материалы там масла все такие ну все такое прочее а вот ну как то вот эту вещь я даже не увидел потому что здесь все собрано здесь стоит катушка катушка генератора здесь стоит маховик здесь стоит шестеренка не сразу это дело как-то все и выпало ним скажи пожалуйста при разборке вот четырех так на у этого зверя какие-то сложности почувствовал неудобствовали еще что-то да нет вот и в гараже при помощи ну необходимо только наверно приобрести либо съемник чтобы снять шкив мне его выточили вот самая сложная оказалась это ключ на 34 держит которую гайку почему-то у всех сервисменов 32 36 30 34 нет а так это все навесное с него это весь это впрыск весь ничего сложного там на то и нету вот обычный автомобиль не скажу мотор по мне так по моему двухтактный мотор сложнее потому что если что-то случится с ним то я уже в гараже и точно там не подшипники его не переписываю ничего не делаю да и также там провернешь шпонку там заклини чем хорошо мне тоже пришла такая мысль в голову часто одну встречал на просторах интернета цепные моторы в предыдущие судьбуки у них стоит ну не ремень грамм а стоит цепь ямахи цепные то есть привод у них цепи клинит цепь разбивая здесь все возможно да вот из-за ударов потому что у меня то тоже так и случилось я бы наверное на винте если и ездил и ездил если бы у меня импеллер не подклинивали мы ездил бы я на винте то ну я бы наверное это не скоро почувствовал потому что были удары подклинивание потихоньки потихоньки это шестерелка проворачивалась проворачивалась на коленчном вале и и ушла со своего посадочного места срезав при этом шпонку да то я думал думаю почему ну думал почему разваливаются моторы там цепные скорее всего из-за этого что получают удары там сапогом ну или водомет подклинивает как-то а это уже все жесткое жестко все это передаются удары жестче и цепь видимо не выдерживает и ломается здесь ремешок здесь это помягче я так думаю что мотор тут достаточно живой я скажу тоже из своего личного опыта добавлю уже именно касаемо опыт наших отечественных моторов на румпеле мне уже довелось как бы сказать двигаться 36 полных календарных лет и помню свою юность и детство да вот был такой момент когда на редукторе ходишь у тебя постоянно там на вихрике или на нептуне шпонышки подсрезают подсрезают на винте да на винте да да там они латунная стоят там даже не шпонки а штифты они вал полностью насквозь протыкает правильно грамотно рассказать что это штифт а не шпонка вот ну и ты конечно в какое-то время устаешь берешь обычный гвоздь по моему даже не соткань или что-то около того точно размер гвоздя не скажу а бывает еще и пруд где-нибудь найдешь у мужиков там в кузнице да каленый чтобы нормально ставишь и бывает налетаешь так часто бывает что это на двухтактниках они были все двухтактные наши моторы что от у них на коленвалу шпоночку подсрезала соответственно сразу же сбой опережения зажигания и вся фигня то есть от ударов это как за здрасте было слышно тоже моменты сам лично не сталкивался но вот если даже на редукторе двухтактники тоже на горных лечках постоянно на редуктора ходит стукает что тоже есть проблемы вплоть что коленвал даже подразуму как бы либо разворачивать либо вот это сбивает тоже на нем вот эти вот свои позиции есть такие моменты как это своего рода как предохранитель ну нашу на вихре это точно там она служила как предохранитель но здесь наверно получается что за счет ремня он это если здесь я жду да не так жестко марта амортизирует конечно если шпонка живая да он будет амортизировать и ну и гвц выживет а так мотор живут прекрасно несмотря на то что походил по соленой воде немного что я хочу сказать размышления на тему четырехтактника на воде чем и мотор ничем не сложнее двухтактного но сломается двухтактник на воде учет тоже с ним будешь делать открутишь посмотришь свечки карбюратор там вода у тебя не вода попала все здесь ведь примерно то же самое открутили мы посмотрели тут топлива есть нету подергали да все топлива на форсунки поступают искру проверили подергали да все искра есть там были у нас предположение там регулятора у него же зажиганием управляет компьютер как бы там не но знаешь помнаю этих на и махах у них вот это стоит лапа так а внутри в мозгах сидя его система зажигания называется регулирует вот этим вот все а потенциометр вы выбирал тут по моему даже гораздо надежнее собравить тему туда же форсунки легко снимается можно даже форсунку вынить выркнуть крутануть посмотреть что она брызжет там ну да все как бы без проблем если наверное надо это стараться с двумя с товарищем ездить которую на второй лодке тогда получится а лучше иметь товарища у которого есть такие запасные мотор ну что уважаемые зрители еще бы хотелось бы ответить вот мы с димой уже такие люди уже которые уже в сервис не хотим обращаться на сегодняшний день вот взяли купили мануал полторы тысячи дадим данной б заказали дима за полторы тысячи купил мануал видите все здесь указано указано крышка как протягиваться с какими номиналами как наносится герметик видите куда же сбоку на 10 миллиметров тут все полностью укажено как бы вполне читабельный технический английский язык вот сейчас где мы читали вот все номинальные затяжки сейчас пока предварительно я прокручиваю потом динамометрическим ключом протягивать да мы даже переводили что на ту степ то есть на два шага то есть на два этапа все это протягивается так что что могу сказать банда не бойтесь делайте сами и не обращайтесь сервис не ну сервисменам тоже как-то жить надо поэтому кто на что кто кто может 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 делать кто не может может собраться и обратиться соответствующие службы кто занимается ремонтом мотор кстати есть еще такой интересный сюжет про насадку насадка у нас стоит она продается как для двухтактного марин рокен да это новые насадки делают этот наш водник магазин они якобы для suzuki dt 30 для двухтактной задался я вопросом а чем они отличаются немножко длиннее вал на 1 по моему там сантиметр подрезали моего и разное крепление помпы водяной все адаптировали крепеж да да адаптировали можно просто было помпу поставить от ножки 30 но двухтактной 30 я поставил мне было четырехтактная поставил там пересверлил отверстие подрезал немного вал все поставил и поехали мы вперед то есть футбанда кому нужна информация покупайте обычную насадку до от дтшки от двухтактной 30 и очень легко она переделываться для четырехтактника почему возник но у меня этот вопрос я начал изучать для адресов как таковых очень мало мы заказывали в рыболовной академии на свои надо да вещи они переделывали там сами а здесь по хабаровскую пробежаться по магазинам ничего нет лежит тут только вот эта насадка marine rocket это помоги ченщик с power что-то с тех же китайских заводов она типа для дт-30 и мне никто не дал ответ подойдет она нет в итоге там примеряя от меня я пришел к поводу что в принципе практически она ничем не отличается до милые руки болгарка творят чудеса все стоит все работает но не двигались и нормально открутилась гайка открутилась гайка потому что стоит гайка стальная по стали видимо ну она все-таки не дала то затяжку надо брать латунную гайку я по моему ее приобрел ну в общем я приобрел латунную гайку надеюсь что с ней у меня уже таких эксцессов не будет она не открутиться ну и наверное рекомендация с собой возить запасной нас это спасло ну что уважаемая банда дальше эксплуатируем моторы данного типа suzuki 30 df 4 такта в случае каких-то еще по ним вопросам мы будем снимать видео и будем вам рассказывать пока до свидания до новых встреч